Электронный форс-мажор. В минувшую субботу начался прием заявлений на путевке в загородное оздоровительное лагеря. Однако сайт, где формируется электронная очередь, дал сбой. Сотни родителей не смогли заполнить заявку. О том, что произошло, наш следующий репортаж. Новая форма электронная запись, которая впервые была предложена в прошлом году, началась 30 марта во всех образовательных учреждениях республики, в том числе в 61-й городской школе. Для того, чтобы вовремя подать заявление, родителям необходимо было 30 марта ровно в 9 утра зайти на сайт управления образования, где была размещена ссылка по приему заявлений в лагеря. Родители пришли подать заявление в детские лагеря, причем некоторые занимали очередь накануне. Кто-то приходил под утро, но случился сбой в системе, который был непродолжительным, но заставил многих родителей поволноваться. Пришли мы вчера вечером, полшестого вечера. Заняли. Тут были две записи, по одной, по другой. Вычеркивали, чтобы не вычеркнули, оставались ночевать с термосами. А потом резко заявляют, везде путевки уже раздаются, а мы все сидим. Ничего не работает, ни компьютер, ни сервер. Во время приема заявлений во 2-й и 4-й гимназиях вовсе отсутствовала электроэнергия из-за аварии на подстанции в Ленинском районе. Управление образования приняло решение отправить родителей в соседние школы. Мало того, что свет в школе отключили, субкомпьютеры не работают, людей погнали бегом всех в 6-ю школу. В 6-й школе не пускают, потому что там идет регистрация своих людей. Дождались, пока там закончились, запустили других людей. В итоге копейки, единицы получили путевки. Если вы не можете создать технические условия, тогда не надо этим делом заниматься, надо какую-то другую форму применять. Так не должно быть в 21 веке. Если вы пользуетесь услугами интернет, значит интернет должен работать на уровне. Электронное новшество вновь подвело своих разработчиков. Сайт, где формируется очередь за путевками, работал, затем завис. Как отмечают представители образовательных учреждений, ничто не предвещало такого развития событий. Обучение по работе в новой системе прошел каждый оператор. Без 15,9 мы запустили всех родителей, посадили к операторам. И в 9 часов мы запустили систему. 9 часов она не пошла. Родители подали заявление в 18 загородных оздоровительных лагерей. Отдохнуть должны 18 тысяч детей. Квота столицы Чувашия, где и замечен ажиотаж, 4481 путевка. И на сегодня лимит весь исчерпан. Что касается гимназий 2-й и 4-й, которые оказались не в равных условиях с другими школами. Руководством города этот вопрос взят под контроль. Сейчас при рассмотрении уже резервных путевок будет преимущественное право отдаваться именно этим родителям. Поэтому я думаю, что паниковать не стоит. Руководством города этот вопрос взят под контроль. И все желающие будут обеспеченными путевками. Как нам пояснили в министерстве образования, сбой системы произошел на сервере. Пока идет техническая экспертиза. Нам точную причину сказать не могут. Вот сейчас представители Мининформа политики республики и фирмы-разработчика проводят экспертизу и техническое обследование, почему произошел сбой. В министерстве образования говорят, что новая система, несмотря на сбой, будет использована и в дальнейшем. И к каждой жалобе, которая поступила на горячую линию, будет индивидуальный подход. Возможно, некоторые родители даже не подозревают о том, что им полагаются льготные путевки. Таких в республике зарезервировано 3000. Данифа Тагирова, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин